МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также под звуки оркестра десятки лет назад бойцы прощались с родными и уходили на фронт. Сегодня мелодии военных лет встречают ветеранов на пороге Дома культуры. Тут же в холле развернулась выставка, посвященная 70-летию Великой Победы. В нее вошли работы сочинских художников. Это работы Феногенова на перевале, к перевалу, которые отличаются прекрасным содержанием и показывают героизм и мужество наших солдат в годы Великой Отечественной войны. Помимо картин на выставке есть и вышивка, и поделки из глины, и мягкая игрушка. Экспонаты представлены сочинскими мастерами декоративно-прикладного искусства. Лучшая оценка их труда из уст ветеранов. Они, кстати, всегда готовы помочь советам. Людям, которые не привыкли сидеть сложа руки, сложно даже глубоко на пенсии оставаться пассивным наблюдателем. Не забывают нас, приглашают на все мероприятия, заботятся о нас. И ремонты дома делают, какие необходимые. И туда приглашают на все мероприятия, приглашают нас, заботятся. Все-таки это очень много значит, когда ему звонят, интересуются, чем вы нуждаете, что вы хотите. Чтобы узнать, в чем действительно нуждаются ветераны, районная администрация провела тщательную работу. Обговорили с каждым, что именно необходимо – лечение, ремонт или бытовая техника. Сегодня мы собрали 180 человек, тружеников тыла. Это жители микрорайона Кудевста и микрорайона Хоста. Таких мероприятий всего будет в апреле месяце 15. Поэтому ни одна из категорий, приравненных к категории ветеранов Великой Отечественной войны, не останутся без внимания. Памятные медали – безусловно важный подарок, но еще важнее не ограничить заботу о ветеранах одним днем. И порой для этого требуется совсем немного – ежедневное внимание к своим отцам, дедам и прадедам. Галина Моисеева, Борис Осин, телекомпания ФКТ.